и счастливым будешь. Три основы. Кто твой Господь? Если кто-то тебя спросит, кто твой Господь? Что скажешь? Что ответишь? Скажешь, мой Господь Аллах. Что это значит? Это тот, кто создал меня и дал мне пропитание. Это терпия Это, то есть, ты занимаешься своим телом. Также это воспитание своего тела, воспитание своей души. То есть, Аллах, Субхан Талли, не спасал посланников с книгами для того, чтобы, как говорится, очистить нашу душу. Если Аллах, Субхан Талли, Он Господь, Аллах, Субхан Талли, Он тот, Он тот, кто создал нас, Он тот, кто дал нам пропитание. Надо поклоняться одному только Аллах, Субхан Талли. Если хоть какое-то поклонение будет обращено к кому-то, кроме Аллах, Субхан Талли, это большой ширик. То есть, наша задача, это не говорить о том, то есть, какие-то постановления по отношению к кому-то. Такой-то кафир, такой-то еще кто-то, такой-то и так далее. Или же оправдание по нему. Или же мясо, халяль или харам. Это не мое дело. Этим занимаются большие ученые. То есть, ученые большие, мы смотрим, что они говорят, и мы слушаем то, что они говорят. То есть, мы не занимаемся этот неверующий, этот нововерующий и так далее. То есть, я должен заниматься тем, что я буду заниматься обучением себя и так же своей братью. То есть, не нужно мне заниматься тем, что меня не касается. Но если ученые вынесли постановление о неверии какого-то определенного человека, то мы слушаем. Если ученые молчат, и мы молчим. То есть, не нужно мне заниматься, искать какие-то вещи, которые меня не заботят. Наш призыв называется исправленческий призыв. Мы должны исправлять общество. Я хочу исправить, говорит общество, абсолютно все, во всех странах. Мы не хотим, наоборот, остановить какие-то митинги, демонстрации. Мы не хотим выходить против правителей. Мы хотим заниматься тем призывом, которым занимался посланник Аллаха, и единица вокруг этого. Поэтому поклонение должно быть только к одному Аллаху. Почему ты ждешь, что кто-то умрет, пока чей-то отец, чтобы сказать, что такой-то кафир? Не молитесь за ним. А ты, а твой отец? Твой дед. Почему ты занимаешься этим только после смерти человека? Пока он жив, занимайся, исправляй его, обучай, призывай его к молитве и так далее. Потому что некоторые молодежь занята только тем, кто находит, кто в каком положении, кто неверующий, кто нововведенец и так далее. Этим занимаются. Пророк, салаллаху, что сделал со своим дядей? Пророк, салаллаху, со своим дядей, когда тот был при смерти, с чем занят был, говорил, о дяденька, о дяденька, скажи, ла и ла и ла и ла и ла. Поэтому мы должны призывать таким же образом, как это делал посланник Аллаха, салаллаху, что такое ислам? Ты мусульманин? Скажешь, да. Тогда человек скажет тебе, расскажи мне, что такое ислам? Скажешь ему, я не знаю. Тогда он тебе скажет, ты лжец. Так или не так? Что же такое ислам? Первое, ислам, это что? Это предаться Аллаху, через единобожие, то есть через те три вида единобожие, о которых мы говорили. То есть полное подчинение Аллаху, мусульмане должны подчиняться Всевышнему Аллаху, не ослушаться Его. Затем, то есть мы, когда относимся к неверующим таким образом, как мы говорили, то, что у нас мы посередине.